Сегодня мы с вами вновь затронем тему гибели укоренившихся черенков винограда и их вот такого болезненного состояния. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству. И на деле зовут меня Светлана. Я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами все это понятно и доступно. Не так давно мы с вами уже обсуждали эту тему. Я показывала, что основная причина это загнивание корней и происходит оно чаще всего от перелива. У того ролика было очень много различных комментариев интересных. И сейчас я вам покажу примеры, как росли все эти саженцы, черенки, а потом мы с вами обсудим. Смотрите, такие вот бедные несчастные саженцы. Да, я, конечно, много послышала по их поводу, что я ничего не умею еще. Осмеливаюсь учить людей. Саженцам нужен свет. Ну, это очень солнечное окно. И достаточно теплое. Второе было, что ты неправильную землю используешь. Смотрите, вот все растюши, которые у нас, вот кало зацветает. Там, помните, на глазки. Да, здесь же в них проросло семечко винограда. Причем через два года, я как-то два года назад садил. Ничего не выросло. Эту землю скинуло в мешок. Сейчас посадила растюшки туда, да. И вот властички себя замечательно чувствуют. Вот просто посеялось мало. То есть, видите, вот это одна и та же земля. И все здесь нормально растут. Но винограда, она конкретно этим сортом не очень нравится. Следующее было, что не надо землю уплотнять. Кто-то, наверное, считает, что я этого не знаю. Хотя я это проговаривала во многих роликах. Но вот смотрите, вот здесь у меня сидит магнолия маленькая. Саженица литра. И земля абсолютно такая же, причем здесь даже был верхний полив. Скажите, в каком месте здесь земля плотная? Да, тут все одна и та же земля. Земля тоже грудь. С одного и того рамышка. Нигде она плотная. Нигде. Вот в этих баночках. В этих абсолютно все то же самое. Один в один. И все то же самое солнечное. Окошко и довольно теплое. Но мы видим, что не очень они себя чувствуют. В то время как вот их собрать, это те же черенки. Ну, кореневые в одно и то же время, только они были посажены в грунт. А другие были оставлены в банках. Просто у них не было времени выкинуть. Потом я уже решила оставить их, ну, скажем так, для эксперимента. Это не просто в воде. Я даже рассказывала, что часть тут подсыхала. Вода полностью испарялась. Я такая, ну, забыла. Подлива, ну, видим, да, тут и рост. И выглядят они, конечно, точка роста отсохла, но выглядят повеселее, чем их собратья в горшках. Да, при том, что те на окошке. А эти вот здесь за шторкой в таком полумраке мочаются. Опять же, это сделано специально. Да, но при этом разницу видим. Мы чувствуем здесь новые листья. А, ну, красота же. Вон, первые были хлорозные, страшные. Да, и это даже, это пасынок. Вот это основной побег. Видите, как пошло? Вот так бывает. Даже смотрите, это тоненький, видно, он подсох. Поэтому отсохла почка, да, и вот. Вот идет новенькая, елененькая, тоненький череночек, а, хочет жить. Ну, теперь говорим о причинах и разбираем увиденное. Основная причина гибели саженцев – это загнивание корней. Причин загнивания корней может быть несколько. Первое – это классический перелив. Сейчас мы про это поговорим. Второе – это неподходящий грунт. И важно услышать, да, вот я там показывала пример, что вот там и это не так, то не так, да, слишком уплотнили. Нет, все нормально, и остальные растения прекрасно растут. Уже после тех съемок прошло две недели, да, и калуются, и тут, и, видите, на глазки себя прекрасно чувствуют. То есть все нормально растет, а виноград нет. Почему? Потому что конкретно для него и даже конкретно для этих сортов грунт не подходит по химическому составу. Он даже может быть, понимаете, более-менее подходит по химическому составу. Но мы поливаем обычной водопроводной водой, и это не нравится. То есть такая совокупность факторов. И третий тоже очень важный момент – использование корней стимуляторов. Бывает так, что мы их использовали, у нас пошли красивые корни, хорошие, да, потом посадили. Чаще всего, конечно, индикатором этого будет непроснувшаяся почка на черенке. Но бывает и так, что и почка проснулась, вроде бы все хорошо, потом очень быстро все это погибает. И это именно нарушение баланса черенка. То есть с корней стимуляторами надо быть очень и очень осторожными. И, в принципе, виноград и так укореняется, и лучше не использовать вообще. При этом я хочу вам вот на этом примере показать еще одну вещь. Когда я ставила на Украине эти черенки, я ставила их на Украине не рано, 6 февраля. Причем никаких специальных условий не создавала, просто поставила на окошко. Я-то подчеркиваю, это было сделано намеренно. Изначально, когда черенки укоренились, они чувствовали себя плоховато и был явный хлороз. Он и видим. На нижних листьях, смотрите, было подсыхание. Видим. Вот это, вот это основной побег. Вот он в воде стоял, вот тут точка роста отсохла. То есть ему что-то не нравилось. Потом он начал питаться уже больше этой водичкой. И смотрите, у нас новые листья пошли хорошие и красивые. То есть наступили нужные условия. Теперь смотрите, этот покажу поближе. Вот ему что-то не нравилось, не нравилось. А потом, опять же, что-то произошло. Наступили условия, которые зиме нравятся. Мы видим. Вот у нас идет развиваться молодой побежек. Ну это уже пасынок пошел в рост. Но он пошел. И скорее всего, что вот это растение, оно будет жить. Ну теперь давайте посмотрим, что у нас здесь с корневой. А вот смотрите, даже интересно, да? Корневая абсолютно нормальная. Как мы видим, обычно корни отгнивают от основания. И бывает, что мы через прозрачную емкость, например, видим, что у нас корешки белые, хорошие, да? А на самом деле они отгнивают вот здесь. Но в данном случае, посмотрите, у нас хорошая корневая. Ну я бы сказала, что не так уж сильно развита, как хотелось бы. То есть видите, в данном случае корневая хорошая, но растение слабо. Почему? Потому что ему не нравятся условия. Смотрим условия все. У нас было довольно тепло уже, довольно светло. Но, видимо, не подходящий грунт по химическому составу. Потому что вот по физическому он не сбитый. И посмотрите, здесь хороший состав, здесь хорошие добавки. Все хорошо. И другие растения прекрасно растут. Но данному конкретному даже сорту вот этот грунт не нравится. Плюс укоренялось это долго. Я рассказывала, 6 февраля было поставлено на укоренение. 33 дня у нас пускались корни. Это было просто на подоконнике, без создания специальных условий. Да, я подчеркиваю. И растение уже изначально, оно было ослаблено. Вот оно и показывает нам, что оно ослаблено. Ну, как видите, ничего страшного. Если бы мы сейчас это выпустили в открытую игру, то вполне бы все было хорошо. И да, бывает даже в этом же грунте. Вот пойдет зелененькое такое, молоденькое. И вполне нормально может себя чувствовать. Поэтому, если вот у вас такие ситуации случаются, ну, не пугайтесь. Это может быть. Смотрите, вот тоже показываю пример. Это разные сорта. Да, вот этот, он не растет, но выглядит такой посвежее, чем вот этот. То, что я говорила, сортовое, оно тоже есть. И смотрите, еще раз, вот выставляю для сравнения. Да, все укоренялось в одно время, в одной партии. Только потом вот это ушло в грунт. Вот это так и осталось в водичке. Ну, это стояло на свету. А вот это стояло, ну, скажем так, в темноте, в полумраке. Вопрос, какого света им не хватает. Да, мы видим разницу. Тепло было примерно одинаково, да, все в одной комнате. Этим даже тепла доставалось чуть больше. Опять же, почему? Потому что солнышко яркое, но мало того, что светит, оно еще и греет. Но мы видим, что разница есть и разница почему. А вот как раз таки среда. Да, здесь у нас земля, там вода. Оказывается, в воде прекрасно все сохраняется. Когда-то кто-то писал комментарий, да, что вот я так делаю. Ну, он в смысле. И все классно. Я очень скептически к этому отнеслась. Но я вижу, да, что результат налицо. И в принципе, очень даже рабочий способ. Корни там хорошие, все там хорошее. Так вот. Значит, не нравится грунт. И опять же, я хочу, чтобы вы правильно услышали. Подобрать грунт, подходящий под каждый сорт, может быть очень тяжело. Может повезти, может не повезти. То есть, задача показать, что так бывает. Как бы вы ни старались, есть проблемы. И даже я вам больше скажу, что институты разрабатывают грунты специально для винограда. Но все равно там есть проблемы, есть нюансы. Поэтому тут кому-то повезет, кому-то не повезет. И еще такой момент, ну, конечно же, перелив. Особенно если вот такое вот растение ослабленное, перелив однозначно сделает здесь свое подлое дело. И тоже касательно комментариев, что вот, можно заливать безбожно саженцы. Если света хватает, то все будет классно. И они будут прекрасно расти. Те, кто считает, что это правда, я вам очень рекомендую проверить это на собственном опыте. Причем взять самые дорогие черенки. Так будет доходчивее. Любое, даже самое влаголюбивое растение убить поливом в домашних условиях можно на раз и два. Даже самое влаголюбивое. Почему там могло так получиться, смотрите, объясняю. Это простые физические вещи. У нас здесь какая площадь соприкосновения грунта с поверхностью? Небольшая. Если мы возьмем тот же объем земли, но более широкий стаканчик. Например, вот такой. Так, вот, цветочки сидят. Ну, как пример. Мне надо пояснять, что здесь испарение воды будет выше. Наверное, не надо. Это понятно. Следующее. Если мы говорим об освещении, как правило, это искусственные досветки. И они не только светят, но и греют. Мне надо пояснять, что испарение воды при более высокой температуре будет более интенсивным. Следующий момент. Зеленая масса. Мне надо пояснять, что вот такая зеленая масса будет поглощать больше воды, чем вот такая. Это элементарная вещь. Более того, скажу, что, например, когда черенки стояли на укоренении, я воду подливала, может, один раз. Ну, может, два. За 33 дня. Сейчас, буквально за неделю, даже меньше, они все выпивают и периодически у них корни подсыхают, когда я забываю долить воды. Соответственно, когда есть большая зеленая масса, есть много грунта, да, растение может нормально отзываться на избыточный полив. Но если вот такое мы польем избыточное, уже ослабленное, то 100% оно погибнет. И подводим итог. Важны на самом деле все факторы. И влажность, и температура, и освещение, и среда, в которой у нас находится вот этот молодой саженец. Явный пример, да, в воде все хорошо, а в грунте не очень, потому что грунт не нравится, причем данным конкретным сортам. Еще такая маленькая подсказка, что вот эта емкость, она на самом деле неудачная. Емкость большего размера, вот мы раньше всего в двухлитровых пластиковых бутылках для себя растили, и росло вполне неплохо. А вот в маленьких не очень, потому что вот там сложнее с переливами, с поливами, да, и растению это не очень нравится. Виноград вообще растение свободолюбиво. То есть вот среда явно говорит о том, что она является одним из основных факторов. Ну и конечно перелив, да, мы его не исключаем, а наоборот мы говорим о том, что он имеет место быть. Также напоминаю про корнестимуляторы, которые тоже очень сильно могут повлиять на дальнейший рост саженцев. И чтобы всего этого избежать, я вам и рассказываю про позднее укоренение. Потому что когда мы укореняем поздно, вот в этих условиях черенок находится, ну уже саженец, минимальное время. И соответственно страдать ему там будет меньше, да, и шансов гибели будет меньше. Ну и вот рабочий способ. Укоренили, поддержали водички до высадки. Когда там уже довольно большие корни, они не ломаются. Единственное, может быть, нюанс с транспортировкой, если надо перевозить. Ну, как говорится, кто захочет, тот придумает, как это сделать. Мы видим разницу, да. То есть способ рабочий. Ну, а если вы уже вот столкнулись вот с чем-то таким, не пугайтесь. Такое бывает. Это не значит, что у вас там руки не с того места растут. Ну, не угадали вы с грунтом. Многие могут не угадать. И никто от этого не застрахован. Даже суперпокупные грунты могут быть разной партии. И один раз с ними все может быть хорошо, другой раз не очень. Плюс еще раз повторяю, что разные сорта могут реагировать по-разному. Тем не менее, я вам показала, что даже вот эти страдающие потом начинают расти. Эти у нас тоже страдали, да. И потом начали расти. Постарайтесь побыстрее переместить это в открытый грунт. Но, естественно, тогда, когда прогреется нормальная земля. В холод, в мокроту садить точно не стоит. Потому что ему и так плохо, мы еще ухудшаем условия. У кого есть теплицы, классно выносить в теплицы. Только на всякий случай, первые пару дней немножко притяните. И у кого есть балконы, очень здорово выносить на балкон. Но, опять же, надо понимать, что балкон балкону рознь. На балконе должно быть тепло. Если на улице у вас 8 градусов, да, еще балкон может быть не застеклен. Ну, это смысла с такого балкона нет. Если там тепло, то да, это имеет смысл. Если сомневаетесь, да, если боитесь, что что-то там с ними не то, можно выкопать и поставить в воду. И пусть уже думаем, это вы все-таки в открытый грунт. Раньше мы советовали, что поменять земельку туда-сюда. Но я вижу, что водички прекрасно себя чувствуют. Причем, что водичку можно добавить какую-нибудь. Ильпина, и аминокислоты, или еще чего-то такого, капельку. Оно вполне поможет справиться. И даже если там корни от гнили, то еще есть шанс, что они пойдут заново. Так что ставьте водичку, и должно быть все хорошо. Конечно, желаю, чтобы ваши саженцы росли крепкими, здоровыми. И с такими ситуациями вы не сталкивались, либо сталкивались крайне редко. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку «Счет». Ссылка на каталог наших сортов награды и наши контакты. До новых встреч!